различные распаковывательные обзоры это конечно же хорошо но мне кажется не менее интересно узнать что произошло с вещью через некоторое время после ее использования года три-четыре назад я делал обзор на палки пионер cobra 6 карбоновые трекинговые палки и на то время мне казалось что это самая лучшая модель которую я могу найти за адекватные деньги естественно карбон я сейчас расскажу о тех неприятностях которые с ними произошли приятности было много вот но тем не менее неприятности тоже были на гонке мархот я бежал с одной палкой потому что на второй палке вот это вот маленькая кнопочка она просто не выскочила если она не выскакивает то палка не фиксируется и становится практически бесполезным мне кажется происходит залипание кнопки из-за того что смещается немножко сам механизм поэтому когда вы будете пытаться кнопку выковырить каким-то ножом я один раз сломал кончик ножа у друга надо подвинуть сам механизм там такая вот металлическая скоба который этой кнопочкой управляет это тоже может происходить из-за окисления в окружающей поверхности так как палка очень часто находится в воде поэтому можно попытаться как-то сдобрить маслом тоже будет не лишним для того чтобы проблем кнопок с кнопкой не происходило в режиме гонки как-то исправлять ну совершенно неинтересно и бежать тратить время в походе в принципе можно присесть на привале и все это дело исправить еще одна проблема я думаю что с ней сталкиваются все у кого есть палки с ручками из неопрена неопрен очень удобен впитывает отводит влагу от ладони но он и отслаивается от самой палки здесь вращается нижняя часть вращается верхняя часть в принципе можно разобрать все подклеить но мне лень еще я сломал одну палку это случилось по моей вине я просто перегрузил и упал на бок вот выломалась часть там такая вот сердцевинка сейчас ее покажу и травмированную часть палки я отпилил не заменил вот на такой хомутик выглядит не очень симпатично но палка остается в строю еще с чем придется столкнуться и произойдет это тоже достаточно быстро будут отклеиваться сердцевины внутри каждого звена есть такая сердцевина то что вылетает такая тут острый конус чтобы палка входила легче это все ерунда но когда сердцевина отклеивается вот эти вот полосочки служат для того чтобы клей более плотно прилегал к основе вот когда сердцевина отлетает это становится прям совершенно неприятно и глобальная проблема нет еще не глобально еще в одной расскажу здесь стоят большие крупные звездочки для пухляка те которые были родные они похожи вот на эту у них начало проламываться основание и кольцо приходило в негодность произошло это со мной на эльбрусе и я вынужден был как-то там веревочками всю эту конструкцию ремонтировать потому что когда палка сильно проваливается снег это совершенно неприятно и надо было как-то с этой проблемой справляться проблема решается заменой китайские кольца оказались не очень хорошими так что если будете вдруг покупать то рассчитывайте на то что они не прослужат долго и самое неприятное такое прям наверное глобальная показатель китайских палок это наконечники наконечники пришли в негодность достаточно быстро вот оригинал который был он на резьбе расшатывается центральная часть вместе с победитом и оттуда выпадывает победит тоже очень быстро сточился поэтому наконечником можно смело ставить оценку два с половиной я заменил на физановские физановские служат верой и правдой достаточно долго вот собственно и все я надеюсь получив эту информацию вы будете делать более осознанный выбор при покупке трекинговых палок я желаю вам хороших удачных и счастливых походов